По три вида улиток и дождевых червей, несколько видов паразитов животных, три вида птиц стали находками года ежегодного конкурса. Его итоги подвели на 20-й научно-практической конференции естественно-научные исследования в Симбирском Ульяновском крае, на которую съехались более 70 ученых из Ульяновска, Самары, Саратова, Ростова, Татарстана, Чувашии, а также из Сербии. Большая часть орнитологических находок – это за Волжье. Там очень большая группа исследователей, которые любят наблюдать за птицами, изучать их, поэтому часто они как раз нам поставляют очень много разных находок. Или, например, Евгений Валентинович Сафронов, который вроде как больше рыболов, и каждый год нам тоже представляет птиц, потому что ему интересно это, и нам очень приятно, что люди, которые вроде и не изучают птиц, находят много всего интересного. За последнее время ульяновские бёрд-вотчеры, для кого наблюдение за птицами стало хобби, открылись десяток ранее неизвестных орнитологам птиц. Это и горная чечётка, средний пёстрый дятел, белокрылый клёсп, степной жаворонок. Евгению Сафронову посчастливилось поймать в объектив белокрылого жаворонка. Я фотографировал в марте месяце, в конце случайно поехал фотографировать жаворонков. Они в это время идут к нам напролёт через нашу область. И увидел, фотографировал светлую птичку с коричневой такой шапочкой. Когда уже выложил на сайте, Олег Бородин сказал, это открытие для нашей области, мы его ни разу не видели. Это белокрылый жаворонок. На конференции также представили находки, которые не получили Брезов. Так Галина Венесёва рассказала о результатах исследования сотрудников Дома-музея Ленина. В течение полугода она вместе со своими коллегами определяла возраст груши, которая растёт на усадьбе семьи Ульяновых. По одной из версий, её возраст достигал 140 лет. 12 ноября к нам приехала бригада из Центра защиты леса. Известно, что Дуванов Александр Александрович на безвозвездной основе дал указание провести экспертизу груши, которая находится во дворе Дома-музея Ленина. И в настоящий момент мы обладаем документом, в котором указано, что груши Дома-музея Ленина 100 плюс-минус 5 лет. Мы очень рады этому результату, так как это отчасти подтверждает то, что груша, она самая старая, пожалуй, Ульяновской области. Итогом конференции стало награждение лауреатов конкурса «Находка года-2018». Им вручили сертификаты участников и амулеты. А с материалами участников конференции можно познакомиться в 19-м выпуске сборника «Природа Симбирского поболжья». Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды.